Благодарим Тебя, Господи, за все Твои милости и щедроты, за любовь Твою падшему человечеству. Ты отдал за нас Сына Своего Единородного Господа и Бога нашего Иисуса Христа, пострадавшего за нас, дарующего спасение, веруя в Него. Возвусь в Святую Православную Церковь, как город на вершине горы, сияющий всеми огнями, избавь священнослужителей от сребролюбия, от непокорства, от симонии, от искажения таинств, дабы крестили, как сказано, в троекратное полное погружение. Аллилуйя! Слава Тебе! Благодарим Тебя, Христе Божий наш, и за этот новый день, которого никогда еще не было во Вселенной. Слава Тебе! Наполнился нашим благодарением, чтобы мы осознали, что живем на Твоей земле, что над нами небо Тобое сотворенное со звездами, луной и солнцем. И все, что мы получаем от земли, и звери, и птицы, все от Тебя. Ты велик, Ты славен, и нет Тебя равных. Слава Тебе! Хвала Тебе! Честь и поклонение! Во веки веков! Аминь! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Псалом 124. Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Горы – окрест Иерусалима, а Господь – окрест народа Своего, отныне и вовек. Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не просерли рук Своих к беззаконию. Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах Своих, а совращающийся на кривые пути Свои, да оставит Господь ходить, сделающими беззаконие мирно Израиля. Аллилуйя! Господи Боже, мы просим Тебя, пошли добрых благовестников, дабы вознестили мир во любви Твоей Божественной. Пошли к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Ибо любовь Твоя для всех открыта, и спасение дарована всем, только бы человек осознал себя грешником, принес искреннее раскаяние и получил от Тебя благословение. Слава Тебе! Благодарение! Единый Вечный Господь! Милость Твоя велика! Дай детям послушание! Умудри жен покоряться мужьям, которые знают Слово Твое и поступают по нему. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне признан и во веки веков! Аминь! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Тебе, Господи, хвала и слава, честь и поклонение во веки веков! Аминь! Аллилуйя! Господи, благослови Святую Православную Церковь! Благослови Патриарха, епископов, священников, избавих от ненужного, от сребролюбия, властолюбия, от искажения таинств, от симонии! Прости! Избери достойных! И не дай этим погибнуть! И всем даруй духовное рождение свыше! И водительство Духом Святым, о чем говорил Серафим Саровский! Стижание Духа Святого – это главная цель – жить в Боге! Аллилуйя! Боже, будь милостив ко мне грешным! Создав и меня, Господи, помилуй меня! Безчисла я согрешил, Господи! Прости меня, грешного, и помилуй! Аллилуйя! Слава от Свои, Сыну и Святому Духу! И ныне, и пресно, и во веки веков! Аминь! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Кроме Тебя нет иного Бога, столь любящего создания Своего! Хвала Тебе, Господи! Слава Тебе! Псалом 127-й Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его! Ты будешь есть от трудов рук Твоих! Блажен ты и благо Тебе! Жена Твоя, как плодовитая лоза в доме Твоем! Сыновья Твои, как масличные ветки вокруг трапезы Твоей! Так благословится человек, боящийся Господа! Благослови Тебя, Господь, Сиона, и увидишь благоденствие в Иерусалиме во все дни жизни Твоей! Увидишь сыновей у сыновей Твоих! Мир на Израиле! Аллилуйя! Благородица, Дева, радуйся! Обрадана Мария, Господь, с Тобою! Благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего! Яка родилась и Христа Спаса Избавителя душам нашим! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Помилуй нас! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Прости меня грешного и помилуй! Благодарю Тебя, Господи, за все испытания, которые Ты дал мне! Благодарю за врагов и за друзей! И врагам прости их, не знают, что творят! И в судный день не помяни их безумия и клевет! Услыши и помилуй! Разруши замыслы нечестивых! Тебе Божья слава! Тебе благодарение! Честь! Единому вечному Богу! Аллилуйя! Слава Тебе! У вас что, вопросы какие-то есть? Нет? Нет, дедуль! Доброй ночи вам! Спасибо, Христос! У нас уже утро! Да, у нас уже, сейчас скажу, 19 минут четвертого! Ну, у нас полвосьмого! Это город Барнаул, Алтайский край! А, вы очень далеко живете! Да! Я вижу, вы и православный христианин? Да, конечно! Да, правильно, молодцы! Дай Бог вам здоровья, счастья, успехов! Слава Христу! Ладно, тогда, если у вас ничего нет, я отхожу! Вопросов нету? А, нет, нет, нет! Нет, конечно! Очень большие ресурсы, если вы видите, вот, называются «Во свете Библии». Там, это YouTube. Если добавите слово «сайт», зайдете на сайт. К этим словам вверху форум, форум, а внизу это для скайпа, мои фамилии, имя. Ага. А, нет, дедушка, отец, я мусульманин, но все равно я уважаю православие, христианство. Мы проповедуем Христа распятого, чтобы люди перестали... Да, я знаю. Да. Мы никого не трогаем. Мы говорим, что если не будете поступать, как Господь заповедал, будет то-то. Так написано, верующие в Сына Божия имеют жизнь вечную. Они верующие не увидят в жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Я никаких не трогаю никого. Я должен проповедовать Евангелие. А человек сам посмотрит, как его избрать. Вот у нас приезжают мусульмане, принимают христианство, крестятся. Вот. Они увидели, что здесь есть спасение. Спаситель Христос, он за нас умер. Он умер и взял грехи на себя. Вы, если ролики смотрите, то увидите, как мы... Я 38 томов книг издал и повез их по всему миру раздавать. Были в мусульманских странах. И мы там в доме мулы... Вы что сосёте, я не пойму. Наркотик? У меня кашель. Нет, конечно. Нет, нет. Как ингаляция? Ну вот. Да, да, у меня кашель, я гриппом болею. Ну, понятно. Чтобы не кашлят, поэтому дыхаю вот это вот. И мы там беседовали на тему, как человеку спастись. И во римлянам 6 глава 23 стих говорит, возьмись за дверь, смерть. Смерть. Они согласились. А дальше-то что? Смерть. Ну, дальше арестовали, завтра меня казнят. Да добрые дела делают. Какие добрые дела, когда я уже всё отжил? Завтра мне голову отрубят. И они не знают, что сказать. А мы знаем, нужно покаяться перед Христом. И Господь взял все грехи на себя. Он взял, Он спаситель. Дело вне названия, христианин, там ты или буддист, или мусульманин. Дело в том, что спаситель есть или нет. Все отвечают, а кто спаситель? Бог карает за грехи. Я беседовал с мулами вместе. Там имамы, они приехали там в Тунис, ездили в Мекку, в Медину. Я говорю, скажите, как вы понимаете? Вот суд Божий будет, что там будет? Ну, они говорят, да, вот так-то, ну, сходится. А кто судить будет? Один только сказал, говорит, если сын Марьяме, Марии, будет судить, то горе нам. Я говорю, он и будет судить. Так написано. Вы-то явились на шесть столетий позже. Нет, судить будет Аллах, конечно. Господь говорит, рядом будет сидеть. Я говорю, как у нас написано, Аллах. Вот, Господь говорит в 12.48 в Ангелии от Тяны. Я не сужу никого. Слово, которое я говорю, оно будет судить. Оно. А по слову-то Божию, если будет жить по другой книге, не будут судить. По ней будет Бог судить мир. И Он умер за нас. Умер. Грехи наши взял на себя. У нас выход везливого положения есть. Меня за слово Божие сажали. Я в пяти тюрьмах отбывал. Много. 26 лет меня терзали, мучили. И Господь спас. Я встречался со всеми. Там и мусульмане были. И мусульмане, говоришь, уже на второй-третий день обращаются в христианство. Он понимает. А коммунисты, что ли, у вас? Да, коммунисты. В 87-м я только освободился в последний раз. Это Господь делает так. И мы много встречались с мусульманами. Беседовали, конечно. Беседовали. Они открывают свою книгу. А я эту книгу полностью по сурам. А я там все разобрал. А то у меня 18-й том. Полностью. Что за тысячу лет, 1300 лет было сказано. Жизнь их основателя. Я спрашиваю, вы мусульманин? Да. Скажите, сколько сражений, битвы провел ваш руководитель? А кто? Ну, кто руководитель создал-то? Ну, вы же называете, знаете кто. Я не хочу вас драконить. Просто, знаете, ну да, вы говорите о нашем Мухаммаде. Ты называешь. Я не произношу это имя, чтобы вас не раздражать. Сколько сражений он провел в жизни своей с оружием в руках, с мечом? Ни один не знает. Я говорю, какие же мусульмане? Аллах, Аллах, Аллах. А сами ничего не знаете. А еще молиться не знаете. Он провел 72 сражения. И только два были оборонительных. А остальное грабил караваны. Воевал. И кто не принимал, тех рубил. Ну, какой это руководитель-то? Ну, сами подумайте. Это ваше написано. Хадисы все. Вы не считаете. И не знаете своей веры. Вы сейчас вот возьмите. В Бестане кто устроил взрывы? Христиане? Буддисты? Нет. Вот, мусульмане. А кто в Норд-Осте? А кто в Волгограде? Кто в метро взорвал? Кто во Франции? Все везде они. А вы говорите, мирная религия, мирная. Так давай, соответствуй этому. Я вас призываю к миру. Гибнут дети. Придумали, где взрывают. На детской площадке бабушка стоит. И ребятишки маленькие играют. И вдруг взрыв. Пришли, песок ночью закопали. Почему вы мне это рассказываете? Я к тому, чтобы мы знали, что Спаситель, Господь Христос. Я для чего рассказываю? А Господь говорит, вложи меч в ножны. Меч положи. Вы сейчас хотите оскорбить все мусульманы? Ну, я вам говорю, что история. История. Я же вас не трогаю. Но это любому понятно. Вот они принимают решения, взрывают везде. Но вы же не скажете, что это делают баптисты. Они все сознаются. ИГИЛ. Кто такой ИГИЛ? Вот они дошли до Эреты. Там изиды живут. Они сразу же в один из тех мужчин расстреляли до мальчика, до последнего. Что сравнивать? А у нас наоборот. Вот я работал, когда вернулся, бесплатно. В тюрьме. Иду по камерам. Если там мусульмане, я в первую очередь стараюсь им помочь. Почему? Другой народ здесь. Им тяжело. Чтобы он не отчаялся. Я им подаю, что у меня есть в первую очередь. Потому что я христианин. Вот какое дело-то. У нас написано в Деяниях Апостолов 4.12. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Я беседую не с вами, а мулы сидят, имамы. Это шейхи. Мне Господь позволял быть там. И они соглашаются. Соглашаются, что горе нам, а сын Марии нас будет судить. Но написано так. Вы-то пришли на 600 лет позже. Все отмели, а теперь давай новое строить. У вас есть Ибрагим? Это Абрам. У вас есть Сулейман? Есть. Это Соломон. Вы все наше имеете-то. Вы только имена по-другому поставили. Иисус Иса. Ну, Мария Марьям. А теперь посмотрите, что написано. Моисей живет раньше Давида на 600 лет. А тут еще тысячи лет от Давида. 1600 лет. А у вас написано, что Мария Богородица и Мария сестра Моисея родные сестры. А между ними 1600 лет. Ну, это не то, что безграмотно, а вообще никак. Слепому надо быть. 1600 лет. Они не могут быть. Разные совершенно люди. Другая эпоха. Не два года, не 3600. Но как это такая ошибка? Я говорю, не знаю. Смотрите в это.